Сусанинская площадь Эту площадь площадью можно весьма условно, но тем не менее в прошлом она играла определенную роль в жизни нашего города, с ней связаны многие события и даты истории нашей с вами Костромы. Сусанинская площадь Сусанинская площадь соединяет Ботниковский сквер. В прошлом его называли как Новый, но у Костромичей название этого сквера напрямую связано с губернатором, во времена которого этот сквер был заложен, Ботников. А напротив Ботниковского сквера располагается дом присутственных мест, здание присутственных мест, мест постройки 1781 года. В советское время в этом здании располагался горы с полком, а в настоящее время это здание главы города Костромы. Сусанинская площадь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 18 веке на этой площади были построены два храма Воскресенский храм и храм Георгия Победоносца История этих храмов насыщена событиями, особенно в советский период В 40-е годы 18 века взамен деревянного был построен на средстве Илларионова Каменный Воскресенский храм, выдержанный в традициях допетровской архитектуры Небольшой храм, пятиглавый с шатровой колокольней, был освящен в 1749 году Строительство каменного Георгиевского храма проходило в 1772-1990 годах Новый храм одноглавый, бестолбный, на высоком подклете, был выдержан в стиле барокко Первые церкви на этой площади могли появиться еще в 15 веке Когда у стен Костромского Кремля образовалась вот эта небольшая площадка Первое упоминание о этой площади датируется еще 1628 годом Когда здесь были построены церковь Воскресения Христова и святого мученика Георгия После создания в конце 18 века Екатеринославской, ныне Сусанинской площади Храмы на Воскресенской площади стали именоваться как на площадке В первой четверти 19 века Георгиевской церкви пристроили четырехколонный портик в стиле ампир Церкви на Воскресенской площади образовали на редкость выразительный гармоничный ансамбль Во многом определяющий собой облик центральной части Костромы Шатровая колокольня Воскресенской церкви являлась пространственным ориентиром Советской улицы в прошлом Русиной Церкви составляли единый приход В Воскресенской церкви служили зимой, а в Георгиевской летом До революции на этой площади была биржа извозчиков А в базарные дни сюда съезжались десятки костромичей Которые торговали прямо с телег сельскохозяйственными и лесными товарами Позади церквей стояли два дома, сохранившиеся по сей день Ближайший к зданию присутственных мест в свою очередь сам состоявший прежде из двух домов Один из которых построен в 1780-х, а другой в 1810-х годах Принадлежали они купцам Колодкиным, содержавших в них постоял и двор В 1847 году дома сильно обгорели и были проданы разорившимися хозяями, степенному гражданину Трубникову Тот соединил оба дома в один, подстроив над ними мезонин и открыл в нем гостиницу, впоследствии названную Кострома И существовавшую до революции Рядом стоят двухэтажный дом с андресолями, построенный в 1815 году священником Скворцовым И долгое время использовавшийся как постоял и двор В начале 1878 года здесь ночевал знаменитый народник Морозов Который вместе со своим спутником, московским рабочим Союзовым, под видом пильщиков Ходили по Ярославской и Костромской губерниям, ведя революционную пропаганду Ближе к Волге, со стороны площади, разместились приземистый корпус торговых рядов И несколько каменных зданий почетного возраста Из них самое раннее здание Городской думы, созданное еще в 1781 году И являющееся выборным органом местного самоуправления В 1801 году она разместилась в двухэтажном доме с балконом, приобретенном у купца Солодовникова При этом по проекту Медлина был перестроен фасад С 1876 года часть здания заняла Александровское приходское училище Для него в 1905 году была сделана трехэтажная пристройка Оно переехало отсюда незадолго до революции В специальное здание в начале улицы Рождественской, ныне Галеческой Построенное на месте засыпанного в 1911 году Боровково пруда Ансамбль Воскресенской площади временно нарушила возведение в 1880 году Напротив здания Городской думы красной кирпичной трехъярусной водонапорной башни Летом 1916 года она была снесена, а на ее месте предполагалось разбить сквер И установить памятник Федору Васильевичу Чижову, ученому, публицисту и общественному деятелю Завещавшему своей Костромской родины на нужды профессионального образования 10 миллионов рублей Деньги на памятник собирали костромичами по подписке Однако начавшаяся скорая революция и гражданская война сняли вопрос о сооружении этого монумента В 1916 году во время Первой мировой войны Воскресенскую церковь было решено сделать мемориальной Посвятив ее памяти погибших в войне костромичей Предполагалось разместить внутри церкви мраморные доски с именами всех погибших, позолотить главы Из-за начавшейся вскоре революции эти планы остались неосуществимыми Находившиеся в центре Костромы они были закрыты в 1924 году С 1927 года в Георгиевской церкви разместили дом обороны, дом Осавиахима А в Воскресенской церкви была устроена учебно-газовая камера Весной 1930 года Воскресенская церковь как уродущая площадь и стесняющая уличные движения Особенно во время митингов и демонстраций пролетарских праздников была разрушена Через несколько лет разрушили и Георгиевский храм В годы советской власти на этом месте все-таки был разбит сквер с фонтаном Фонтан, кстати, установлен ровно на том месте, где стояла водонапорная башня Также в советское время в этом парке стоял памятник, объединенный Сталину и Ленину Но он не сохранился до наших дней Также на этой площади установлен памятник князю Юрию Долгорукому Открытый в Костроме 29 августа 2003 года В день празднования чудотворной Федоровской иконы Божьей Матери, покровительницы города Установлен он на средства благотворителей, как предпринимателей, так и простых жителей Высота памятника 4,5 метра, а вес около 4 тонн Создатели памятника известны московский скульптор Церковниках, а также архитектор Морозов А на сегодня это все Надеюсь, видео вам понравилось Не забудьте подписаться на канал и поддержать канал лайками А также предлагаю в комментариях написать, о чем еще вы хотели бы услышать на моем канале До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok